И последний вопрос в главе ОТМ Муми, на котором заканчивается эта глава, это вопрос, можно ли совершать половой акт, если человек знает, что не сможет взять густо. Можно ли совершать половой акт, если человек знает, что не сможет взять густо. Например, знает то, что он болен, так не может использовать воду. Или знает, что у него нет воды. Может ли он в данном случае совершить половой акт? Большинство ученых считает, что это разрешено, и этого мнения придерживались Джабир ибн Абдилля, а также Абу-Шааса, Аль-Хасан Аль-Бафри, Абдилля, а также Абдилля, а также Абдилля, а также Абдилля и другие. Вот все эти люди считают, все эти имамы считают, что если человек хочет совершить полу-акт, при этом зная, что он будет брать ТМО после этого, и у него нет возможности взять гусль, он может совершить полу-акт, и в этом нет проблем. Теперь второе мнение в этом вопросе, что некоторые из обладателей знания порицали это и сказали это делать нежелательно, то есть пусть воздержится от полу-акта, пока не найдет воду. Из них имам Малик, и пришло это от четырех сподвижников. Что за сподвижники? Во-первых, Али Ибн Абиталик, во-первых, Али, то есть из имамов Малик, а из сподвижников это Али, он сказал, пусть не совершает полу-акт со своей женой, пока не дойдет до воды, то есть пока не найдет воду. В этом Иснаде Апа Ибн Саид, в Иснаде этого сообщения Апа Ибн Саид, кто такой? Апа Ибн Саид перепутался, от него перейдет Хаммад Ибн Саляма, Хаммад Ибн Саляма перейдет от Апа Ибн Саева в обоих состояниях, и до того, как он перепутался, и после. Поэтому Иснад является слабым, Иснад является недостоверным. Также пришло от Ибн Аббаса мнение о том, что это нежелательно. Сказал, не стоит ему в данном случае, или не надлежит ему в данном случае совершать полу-акт. В Иснаде есть неназванный передатчик, тоже Иснад слабый. От Али, второй от Ибн Аббаса. Говорит, не стоит ему в данном случае совершать полу-акт. И в Иснаде есть неназванный передатчик, поэтому от Ибн Аббаса это тоже не установлено достоверно. Третий из подвижников это Ибн Умар. Он сказал, я бы так не делал. В этом Иснаде есть передатчик по имени Абул Ауам. И Хафизы разошлись во мнении, кто такой Абул Ауам. Некоторые сказали, что это Ибн Абхаттан. Если это он, то это Иснад прерванный, так как он не застиг Ибн Умара. Если это кто-то другой, тогда он неизвестный передатчик. Поэтому в любом случае от Ибн Умара это тоже не достоверно. И четвертый из подвижников последний, от кого это пришло, это Ибн Масуд. Ибн Масуд и Иснад его, что передает Абу Рубейда от своего отца Ибн Масуда. И он не застал своего отца, поэтому этот Иснад также является прерванным. Говоря обобщенно, в этом вопросе есть два мнения. Первое мнение большинства ученых, которых мы назвали, и второе, которые разрешают это. И второе мнение имама Малика, который это считает нежелательным. Что касается подвижников, то ни от кого из них не установлено ни первое, ни второе. И пришло такое еще от пророка, салаллаху алейсаляма. То, что пророка, салаллаху алейсалям, спросили о том человеке, который желает совершить половой акт, но у него нет воды. Может ли он совершить половой акт, зная, что потом не сможет взять гусль. Пророк, салаллаху алейсалям, сказал, да, пусть совершает половой акт. Но в его Иснаде Хаджадж ибн Артад. Этот человек, передатчик, является мудаллисом, а также слабым самим по себе. И передает он, в данном случае, от Амра и Мишаиба, от его отца, от его деда. И хакфизы зафиксировали то, что именно в этой передаче он часто упускает слабых передатчиков. Часто упускает, делает тазлист, упуская слабых передатчиков. Так, исходя из этого, ничего не установлено в этом вопросе от пророка, салаллаху алейсаляма. И правильным мнением в этом вопросе является первое мнение о том, что человек может совершать половой акт со своей женой так, даже если знает, что после этого ему придется брать Таймум, так как у него нет воды или есть вода, но он не способен ее использовать. Ва вилляйту фир, субханакуллахам, алихамиша, ва вилляйта, астагфируллаху, ату виза.